Телеканал КРТ представляет Социологического исследования, проведенного Киевским Международным Институтом Социологии в декабре 2019 года. Самой интересной, разумеется, является информация о результатах. Согласно данным Washington Post со ссылкой на КМИС, 44% взрослых украинцев поддерживают идею членства в НАТО, но только четверть опрошенных согласны с развертыванием НАТОвских баз и военных на украинской территории. Между тем, военного сотрудничества с Россией хотят 26% опрошенных, и только 4% позволили бы разместить российских военных на украинской территории. Американские журналисты отметили ярко выраженные региональные различия в геополитических предпочтениях украинцев. Цитата. Респонденты, живущие на востоке и юге страны, испытывают больше сомнений по поводу целесообразности членства Украины в НАТО, тогда как на Западе и в центре страны, включая Киев, примерно в три раза больше опрошенных, 60% против 20% в других регионах, высказались в поддержку военных связей с НАТО. Этот же региональный разрыв нашел отражение в ответах на вопрос о военном сотрудничестве с Россией, и даже в вопросе о том, чтобы допустить развертывание НАТОвских сил и баз на территории Украины. Конец цитаты. Интересно, что в исследовании для нашего нового старшего брата социологи КМИС задали крамольный вопрос, предложив респондентам высказать свое отношение к утверждению. Для нашей страны лучше всего занять нейтральную позицию и не вступать ни в какой военный альянс. И вот, нагло поправ Конституцию, половина украинцев согласилась с этой ересью, и только треть почуяла зраду. Вновь существенный разрыв был в региональном разрезе. Мнения украинцев касательно нейтралитета их страны заметно нарастали от Запада 30% в поддержку нейтралитета, к центру Киеву 42%, к Востоку 62% и к Югу 72%. Что же касается выводов, то журналисты Вашингтон-Пост заявили нечто абсолютно ватное. Цитата. «Украина продолжает служить фоном для американской внутриполитической драмы, арены для разжигания скандалов и передовой свободы. Однако во всех этих шумных ссорах теряются внутренние сложности этой крупной европейской страны. Большинство украинцев отказываются занимать ту или иную сторону в противостоянии Россия-Запад. Несмотря на то, что Украина потеряла много людей из своей территории, разногласия между жителями разных частей страны сохраняются. И большинство граждан Украины демонстрируют стремление наладить нормальные отношения и с Россией, и с Западом». Конец цитаты. Кстати, согласно релизу КМИС от 27 февраля, на гипотетическом референдуме 40% украинцев проголосовало бы за вступление в НАТО, 31% против, остальные 28% не определились, либо не стали бы принимать участие в таком референдуме. Кстати, как мы видим, сторонников НАТО за два месяца стало еще на 4% меньше. Однако, что называется вопрос нейтралитета, не раскрыт. Видимо, у официального Киева, в отличие от официального Вашингтона, пока нет запроса на нейтральную Украину. Ну а о нынешнем состоянии отношений Украина-НАТО, более подробно мы поговорим с политическим экспертом Костем Бондаренко. Добрый вечер. Добрый вечер. Как мы помним, в последних числах февраля нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, готовясь стать министром иностранных дел в новом Кабмине, успел заявить о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО и о том, что вступление Украины в альянс является вопросом времени. И даже утверждал, что в НАТО можно вступить с оккупированными территориями. С чего бы такой ренессанс натовской темы? Ну, на самом деле, вы понимаете, у нас на протяжении 30 лет постоянно говорят о том, что у нас существует прогресс в отношениях с НАТО, о том, что это вопрос времени вступления в НАТО. И, соответственно, какого времени, никто не говорит, понятно. Что касается оккупированных территорий, ну, понятно, это нонсенс. С оккупированными территориями и наличием уже сформировавшегося конфликта вряд ли кто-то примет Украину в НАТО. И особенно учитывая еще один фактор. Особенно учитывая фактор необходимого консенсуса внутри НАТО относительно принятия того или иного государства. Мы видим, с каким трудом сейчас рассматривается вопрос присоединения к НАТО балканских государств. И, соответственно, какое сопротивление находит это в Европе сегодня. И, соответственно, в данной ситуации, я думаю, что необходимо все-таки учитывать то, что в НАТО сегодня не существует консенсуса по любому вопросу, который бы сегодня не поняли. Не говоря уже о членстве Украины. Хорошо. Кто-то в Украине там, среди военных стратегов, вообще реально себе роль Украины в НАТО, теоретически, представляет, мы передовой бастион, мы плацдарм, мы, так сказать, ну, не знаю, людской резерв. Кто мы? Украина является в первую очередь плацдармом для деятелей Соединенных Штатов и не только направленной против России, но и неким плацдармом относительно активизации действий Соединенных Штатов относительно Европейского Союза. Так что Украина в этом отношении для Соединенных Штатов, не для всего НАТО, акцентирую внимание, для Соединенных Штатов как одного из главных бенефициаров НАТО, интересна Украина в первую очередь как территория. А в целом, есть ли представление, какие обязательства по отношению к Соединенным Штатам взяла на себя Украина и какие обязательства Соединенные Штаты взяли по отношению к Украине, хотя последнее звучит смешно, но тем не менее. Если кто-то и брал какие-то обязательства, то эти люди на сегодняшний день уже не находятся у власти, и я считаю, что эпоха выполнения обязательств, взятых обязательств перед Соединенными Штатами, закончилась в 2019 году. Но, правда, и сами Соединенные Штаты не особо сейчас настаивают. Вы видите сейчас большинство людей, которые раньше отвечали за украинское направление, которые были архитекторами Майдана, которые фактически здесь выполняли роль эмиссаров, они постепенно ушли в небытие в Соединенных Штатах или же уходят. Джордж Кент, тот же Курт Волкер и целый ряд других людей, других личностей, они на сегодняшний день не актуализируются. Что же касается Украины, ее постепенно начинают наводнять разного рода транснациональные корпорации, представители транснациональных корпораций. Когда мы говорим сегодня о так называемых соросятах, ну вот это сборный образ, мы просто под ними видим не только там людей, ориентированных на Джорджа Сороса, а в принципе на представителей различных транснациональных корпораций, которые опять же видят на территории Украины в первую очередь территорию, видят в первую очередь некое поле для своей деятельности и не особо увлекаются вопросами, связанными с моральностью своего поведения в Украине. Благодарю вас.